Продолжаю историю про Rockrider ST530. Так, у нас было два велосипеда. Один велосипед нам вроде как удалось собрать. На втором велосипеде мы столкнулись с проблемой, что на заднем тормозе, на заднем калибре, колодки ходят неравномерно. То есть поршня то сильно выдавливает, то не выдавливает. Вообще непонятно, почему они так работают. Соответственно, настраивать этот велосипед не получалось. Его отвезли в магазин. Сдали по браку, там его несколько дней чинили и вернули. Сейчас у нас только кривой ротор сзади. И в принципе, я сейчас его поправлю, он будет нормально работать. Но такое чувство, что они переставили этот задний калибр вперед. Потому что, смотрите, видите, изнутри поршня не видно. Видно только колодки. А снаружи, видите, там блестит поршень. Вот колодка, пластиковая часть колодки, компаунд, металлическая часть колодки. И то, что вот там вот у нас... Сейчас я свет включу. Он, видите, блестит как. То есть выдавливает поршень. При этом тормоз работает достаточно адекватно. То есть, похоже, они перекинули. Потому что видно, что вот эта вот масляная вся история. То есть они сняли заднюю машинку, поставили ее вперед. А рабочую переднюю машинку поставили назад. Но при этом у них все заработало. Но вот как это будет работать в дальнейшем, неизвестно. Потому что три раза нажимаешь на тормоз, он работает. Нажимаешь четвертый раз, он начинает чиркать. То есть у нас велики чиркают. Понимаете? А, выдавит ли этот поршень? Будет ли течь масло? Совершенно непонятно. Клиент сказал, что он уже на все согласен. В принципе, его все устраивает. Через год развалится этот тормоз. И ладно, он поставит другой. Поэтому, продолжая сборку, мне осталось здесь перекинуть рубашки. Которые вот так вот колхозно заведены непонятным образом. Настроить передний и задний переключатели. И, соответственно, поправить задний ротор. Потому что колеса я уже до этого собрал, протянул. Все работает отлично. Вот такие вот интересные велосипеды. Так что при покупке... А, еще вынос мне надо перевернуть. Конечно, поставить его правильно. Так что будете покупать такие велосипеды. Обращайте внимание на то, как работают тормоза. На то, как работают поршня. Вот у нас, видите, даже есть эмблемка, что этот велик в магазине уже побывал и вернулся обратно. Проверяйте тормоза. Проверяйте колеса. Перед покупкой. Потому что собирают в магазинах не очень хорошо. Надо просить, чтобы собрали нормально. Не знаю, как они там тормоза настраивали. Но вот эти винты я могу рукой открутить. То есть они просто ослабили машинку, и она теперь свободна. О, рукой открутил. Просто болтается. То есть винты были не затянуты. Ну, похвала механикам из докатлона, которые не умеют настраивать тормоза, которые, конечно, не работают. Но это не их вина. Будем сейчас делать дальше. Мы имеем кривой ротор во всех плоскостях. Вправке он вообще не поддается. Плюс колодки стоят как-то вообще криво по диагонали. То есть внутренняя колодка стоит под углом. Внешняя колодка стоит под углом. Причем клиент уже на все согласен. Потому что поправить, к сожалению, это не получается. На возврат, видите, отвезли. Они там что-то поковыряли, настроить не смогли. И ничего не заработало. Будет ездить так до тех пор... Сейчас я попробую выровнять. До тех пор, пока не притрутся колодки к внутренней части, внутренней плоскости. Потому что внутренняя часть ротора задевает. Решил поставить нормальный ротор. Нашел у себя там бушненький, хорошенький, ровненький. Все бушненькие, ровненькие. Видите, ничего. Все отлично. Ничего не чиркает. Зажимаем. Не чиркает. Зажимаем. А вот сейчас она начинает по-другому работать. То есть поршня ходят совершенно по-разному. Вот этот ротор хотя бы более-менее ровный. Подарю клиенту другой ротор. А тот кривой заберу на механику, на какую-нибудь поставлю. На дешевый велик. Вот это по крайней мере работает. То есть и колодки ходят, поршня, точнее поршня ходят по-разному. Колодки криво ставят и ротора кривущие, прикривущие. Такая вот жесть. В декатлоне продается. Завел рубашки и тросики красиво, по красоте. Чтобы они тут друг другу не мешали. Перерыв, вынос. Теперь у нас вынос смотрит вверх. Человеку будет на нем удобно сидеть. Поставил руль. Руль, конечно, тоже кривой. Наверное, сколько будет видно. В общем, рули и подсиделы здесь не очень. А так велик, ну, будет кто-то кататься, радоваться, что велосипед легкий.